на мой взгляд этот мод лучше чем любая ммо, чем любая полностью финансируемая профессиональная ммо сегодня. чувак, я согласен. я полностью согласен. я не должен говорить мне чувак. да, чувак, я согласен. я имею в виду, что отчасти это для меня потому что он построен на баннерлорде и потому что он построен на баннерлорде, а баннерлорд по своей сути уже действительно приятен. и это похоже на, знаешь ли, действительно популярную франшизу для того, чтобы, знаешь ли, иметь возможность по-настоящему веселиться, эпические сражения и прочее дерьмо. ты знаешь, это единственная игра, которую я чувствую, которая действительно имитирует действительно большие сражения и действительно заставляет отдельного юнита чувствовать себя как, а не просто как какой-то глупый бот, верно. как будто они на самом деле, ты знаешь, атакуют и они блокируют. и знаешь, в большинстве ммо есть такое. ужасный бой о да я знаю я с тобой дело в том что мне очень нравится бой баннерлорда потому что бой специально разработан для масштабных сражений и масштабных командных боев это не так это не предназначено для того чтобы быть как пришвартованные на чем он сосредоточен может быть как 3v3 и прочее дерьмо это он полностью разработан для поддержки крупномасштабных боевых действий и мне это нравится и это делает дуалы забавным и интересным инструментом потому что один на один может быть забавным а и и Субтитры сделал DimaTorzok Бедный воин, чувак, мы сейчас сражаемся против НПК. Эти парни похожи на мародеров. Это, это мародеры, а потом знаешь на самом деле, мне интересно, смогу ли я на самом деле собрать здесь большую группу из них. А еще есть четыре магнита и морские рейдеры. Тогда в зоне ПВП есть какой-то другой искусственный интеллект, там ты можешь найти и других игроков. Я все еще думаю, что было бы плохо, если бы игроки могли создавать свои собственные маленькие укрытия. Значит, игроки могли бы создать лагерь или убежище, верно. И ты можешь использовать их в нападении или обороне. Итак, если ты поймаешь. Если ты поймаешь игрока, который любит защищаться, используя укрытие, обычно говорят, прячься от других игроков. Это место, где они могут как бы восстановиться, не находясь в городе. И они на самом деле были бы как в лагере, как в том случае. Но если у тебя достаточно высокий навык, тебе может понравиться устраивать им засады, особенно если ты, например, больше с ними общаешься. И ты действительно мог бы устроить засаду в лагере игроков, пока они там на самом деле восстанавливаются со своими войсками. А потом ты мог бы использовать его в нападении, где это примерно та же концепция, где он прячется, но когда он создает небольшое кольцо вокруг твоего лагеря, и он в основном действует как паутина. И поэтому, когда мобы или игроки окажутся в пределах этого радиуса, ты можешь устроить засаду. И в зависимости от того, как ты знаешь, какая бы статистика ни была связана с этим, это повлияет на шансы вашей засады на успех. И ты знаешь, что ты прыгаешь на своего противника и получаешь преимущество в бою. И может быть, если, например, у игрока или даже у искусственного интеллекта есть определенный навык, они, возможно, смогут это отразить. И это не похоже на лучшую сцену для битвы. Но вроде бы это была бы равная стадия, так что им было бы легче вступать в бой. Но ты знаешь, что таким образом тебе не нужно всегда сосредотачиваться на том, чтобы преследовать людей. Ты потенциально мог бы найти их в их укрытиях, когда они выздоравливают, и напасть на них, пока они там внутри. Или знаешь, как я уже сказал, наоборот, нападать на людей, используя установленные укрытия. Я думаю, что в основном ты разбиваешь лагерь прямо на карте компании, буквально. А потом, как ты видишь, люди проходят мимо, ты можешь типа вступать в бой, и ты знаешь нападать, как мародеры. И тебе обязательно придется беспокоиться о том, чтобы постоянно преследовать толпы таких лесных бандитов или мародеров. Ты вроде как только их и ждешь. Видишь ли, я думаю, что было бы тоже интересно, если бы поблизости было определенное количество искусственного интеллекта, может быть, четыре бандита и морских рейдера, например, пока я управлял караваном. Я мог бы потенциально попытаться просто напасть на тебя и устроить засаду. Потому что ты медленнее, верно. Так что имеет смысл сказать, о-эй, может быть, мы сможем поймать этого парня. Это сделало бы путешествие на караване намного интереснее. Таким образом, ты не мог бы просто все время думать об этом, когда говоришь торговля. Так это статистика, называемая торговлей. И поэтому, как только мы доведем это до 40, мы сможем получить еще одного мула, который даст нам больше веса для переноски. И управление караванями — это то, как ты, знаешь, в значительной степени повышаешь этот навык. Другого способа сделать это нет. Что такое неофициальная встреча? Это модификация. Это как бы неофициально по сравнению с основной игрой Бена Лорд, под которой мы транслируемся, но это очень, очень профессионально сделано. У него есть свой собственный лаунчер. И у всего есть свои собственные размещенные серверы. Все, что тебе нужно сделать, это установить игру и получить лаунчер, а затем запрыгивать, прогрессировать и играть. Привет, спасибо. Запаниковал. Я ценю этого чувака. Я люблю игры. И мне нравится работать с играми. И, честно говоря, я надеюсь, что однажды я действительно смогу в конечном итоге перейти от потоковой передачи на полную ставку, к простой работе над видеоиграми на полную ставку и заставить их просто хотеть создавать классные впечатления для людей. Вы знаете просто быть их частью. Вот почему я просто нахожу их. Ты знаешь, где я могу. Я на самом деле недостаточно умен, и мне не хочется тратить время и учиться тому, как на самом деле программировать и создавать это. Определенно, определенно нравится мозговой штурм и помощь в разработке функций. Продолжение следует... О, чувак, я потерял двоих из этого. Ни за что. Они, должно быть, получили удар. Это облом. Это первый раз, когда я действительно потерял несколько пятерок из подземелья. Есть и другие игроки, которые были бы, знаешь ли, на поводу. Так что прямо сейчас, если ты его увидишь, вы не сможете вступить в бой друг с другом, если вы не находитесь в зоне ПВП. В то время как, когда появляется клановая система. Если ты воюешь с другим кланом, вы можете вступать в бой друг с другом и сражаться друг с другом. Так оно и будет. Это будет чертовски интересно, чувак. Я просто с нетерпением жду, когда смогу выполнять задания с группой игроков, и каждый из нас будет контролировать свой определенный тип войск. Таким образом, когда мы выходим и вступаем в сражения друг с другом с другими игроками, и мы попадаем в подобные ситуации, и, возможно, например, выращиваем мобов, мы можем получить. Там просто будет много координации. Это будет действительно круто. Да. И они увеличивают боевую мощь двух из четырех сот. Это сильно изменит ход сражений и сделает их намного более тактическими. О нет, он просто охуел. Черт возьми, братан. Пара моих парней встречается с парой ударов прямо в лицо. Это прискорбно. Неужели мне больше нравится этот новый мир? Да, я имею в виду, я играл в это до того, как новый мир действительно вышел, но примерно за пять тысяч шестьдесят часов до этого, и хорошо освоил функции от середины до конца игры. И да, с точки зрения опыта МО, мне было больше весело с этим, чем с новым миром. Но это совсем другой тип игры, вы знаете, и она тоже в гораздо меньшем масштабе. Это не похоже на огромный. Честно говоря, это мод для игры. И ты знаешь, это не МО, созданная огромной студией с миллиардным капиталом. Да, нет, я думаю, что это здорово просто потому, что я тоже гора. Я большой поклонник Mountain Blade, и с тех пор, как я играл в Mountain Blade, я всегда хотел чего-то подобного. Боб Боретти был бы замечательным. У кого-то была действительно классная идея, и я думаю, что это действительно хорошая идея. Я думаю, что разработчики определенно сделают это как можно скорее. Это не кажется таким уж трудным, но есть дезертиры, которые специфичны для разных культур. Это ботанический осетр, и это правильно, как бы то ни было. Они просто как бы появляются в этих определенных зонах, верно? И дезертиры сбрасывали снаряжение, специфичное для фракции. Значит, ты в основном возлагаешь большую часть крепышей и добычи на крепышей и дезертиров, а затем, знаешь ли, ботаническую еду на ботаников и так далее, и так далее. Так что в зависимости от типа предметов, которые тебе понадобятся, тебе придется охотиться за этими конкретными дезертирами. И тогда у тебя могло бы быть что-то редкое, вроде появления босса, вроде появления босса группы дезертиров. Значит, у них могли бы быть большие армии и все такое, и ты мог бы победить их, и они могли бы быть чем-то вроде пи-босса, на которого люди могли бы охотиться по всей карте. И ты знаешь, как я уже сказал, там были бы разные культуры, с которыми тебе пришлось бы бороться, так что это сделало бы разнообразие войск приятным и интересным. Пошел ты, трахни меня. Сделай эти уколы, чувак. Эти вещи жестоки. О, он должен быть на чеку в поисках этих. О, он должен быть на чеку в поисках этих. Два игрока владеют городами и замками. Нет, еще нет. Эти твари приближаются. Теперь мы сможем владеть домами, которые будут защищены от других игроков. Так похоже на наш тайник и убежище в Эфт. Мы скоро получим один из них, который сможет использовать каждый клан. Ты также можешь приглашать людей в свое клановое убежище и просто расслабляться и играть, и это довольно круто. Это круто видеть, как некоторые стерджи здесь на самом деле играют с маленьким стерджи в мальчиках. Да, мы сможем владеть замками, городами, землями, территориями и прочим. Я думаю, что многое из этого произойдет, когда они начнут создавать королевство, но это будет немного позже. Потому что, как я уже сказал, они начинают с домов, затем замков, затем королевств, верно. Ты знаешь, вместо того, чтобы идти прямо в королевство, и знаешь, иметь много сложных вещей, сначала простые вещи, потому что это имеет смысл для разработки и вашего игрового цикла.